Эти девчонки в сторонке не стоят, и платочки нервно тоже не теребят. На дискотеках социального центра «Вера» вообще не принято стесняться, а вот самовыражаться в танце – это пожалуйста, сколько угодно. Слава о таких опен-эйрах распространилась далеко за пределы Ленинского района. Потанцевать сюда приезжают люди не только из других городов, но даже из соседних государств. На нашей дискотеке участвуют люди, не только жители города Ленинского района, но и жители Грузии, Луганска, Карелии. С развилки люди приезжают, чтобы свой досуг времени провести в компании местных жителей. Татьяна Ивановна на сегодняшней дискотеке в первый раз. И я уверен, не в последний. Ведь польза от нее, что называется, налицо. Я 40 лет назад танцевала, я забыла уже все движения, поэтому я сижу и смотрю. Ну, сегодня вспомнили, как танцевать? Да, вспомнила. Что сегодня станцевали, какие танцы? Ну, кадри, может быть. Нет, ну, в основном подвижные вот эти вот танцы. А это диджей этого мероприятия, этой дискотеки. Сейчас мы у него узнаем, насколько богатый у него плейлист. И вообще, скажите, пожалуйста, какая музыка в предпочтении на подобных? Что ставите? Ну, обычно мы ставим с 70-х годов по 90-е годы. Это ретро-музыка. А иногда и бывает что-нибудь современнее. Они требуют даже и что-нибудь такое живее. На танцполе не только танцы, а еще и конкурсы. Танцевальные, конечно, формат мероприятия обязывают. Дискотека все-таки. Это один из любимых. Называется он просто «Кепочка». У кого остается эта кепочка, тот выигрывает. А не танцуя, значит, когда оставалась эта золотая и красная шапочка, музыка выключалась, и человек выбывал из игры. И осталась одна счастливая женщина, которая была рада, что она победила в этом танце. И еще одну. Какие же дискотеки без романов? Здесь и этого вдоволь. За время существования танцевальных вечеров сложилось 15 пар. Валентин Павлович и Анна Логвиновна познакомились здесь полгода назад. Больше они друг с другом не расстаются. Скажите, пожалуйста, как покорили сердце дамы? Как ухаживали? Как положено. Да. А как положено? Ну, как положено, все возможно, дамы. Цветы были? Да. А чем он вас так вот покорил? Почему именно он? Потому что он очень скромный человек, очень порядочный. Если вы одиноки, не отчаивайтесь, приходите на улицу Садовая. Возле дома 22 происходят вот такие вот замечательные мероприятия, кстати говоря, на которых можно встретить свою вторую половину. Илья Кремнев, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видное ТВ.